Ребята, всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать учебник Комаровой за пятый класс английский язык. Итак, сегодня мы с вами перейдем к разбору пятого урока Reading, чтение. И давайте сразу посмотрим на первое упражнение. Read the dialogue quickly. Find out who is coming to visit. Прочитайте диалог быстро. Выясните, кто придет в гости. Итак, Katie is in her bedroom. Her mom knocks on the door. Кэти в своей спальне, в своей комнате. Ее мама стучит в дверь. Мам, Кэти. Кэти, is your bedroom tidy? Кэти, твоя комната чистая? Кэти, well, no. О, Кэти, какой беспорядок! Твоя бабушка приезжает в гости, и она будет спать здесь сегодня вечером. That sock, what's the problem? Хорошо, а в чем проблема? There isn't any space for her to put her things. Здесь нет места для нее, чтобы положить свои вещи. Yes, there is. There is an empty cupboard next to the window. Есть. Есть пустой шкаф рядом с окном. That cupboard is too small. It's tiny. Этот шкаф очень маленький. Он узенький. But granny is small too, and she doesn't bring many things. Но бабушка маленькая тоже, и она не берет с собой много вещей. Кэти, stop reading that book and tidy your room. Кэти, прекрати читать эту книгу и уберись в своей комнате. 5 minutes later. Спустя 5 минут. Кэти, да? Можно ли мне войти? Да. Это кто уже, ребята? Видите, это dead. Это уже папа. То есть Кэти уже разговаривает с папой. Кэти, твоя мама немного расстроена. То есть она не счастлива. Not, isn't very happy. То есть она далеко не рада. Она расстроена. Почему? Because your bedroom is messy, and your grandmother is sleeping here tonight. Потому что твоя комната messy, в беспорядке. И твоя бабушка будет здесь спать сегодня вечером. Но мама никогда не удовлетворена и никогда не нравится моя комната. That is not true. Your room is very messy. Put your books on your desk. They are all over the floor. Это неправда. Твоя комната всегда в беспорядке. Положи книги на стол. На свой стол. Они по всему полу. But I like sitting on the floor and reading. Но мне нравится сидеть на полу и читать. Where is your chair? Где твой стул? It's there. Он здесь. Where? Где? It's next to the desk. Он рядом со столом. I can't see it. Is it under all those clothes? Я не могу. Я его не вижу. Он под всей этой одеждой. Продолжаем, ребята. Итак, tidy your bedroom. Уберись в своей комнате. Так называется диалог. Итак, он под... Значит, стул под всей этой одеждой. Yes, it is. Put the clothes away, Katie. Look, your wardrobe is empty. Да. Убери одежду, Katie. Посмотри. У тебя пустой шкаф. То есть, wardrobe – это большой шкаф, где хранится одежда. Гардероб. But I'm reading now, Dad. Later. Но я сейчас читаю, папа. Попозже. No, Katie. You always say later. And then you don't do it. Нет, Katie. Ты всегда говоришь попозже и никогда не делаешь этого. You've got fifteen minutes to tidy your room. У тебя есть пятнадцать минут, чтобы убраться в комнате. But, no? No buts. Fifteen minutes. Никаких, но пятнадцать минут. Итак, fifteen minutes later in the kitchen. Спустя пятнадцать минут в кухне. Katie и мам и дед. Hi, мам. Is your bedroom tidy? Yes, it is. Привет, мам. А твоя комната чистая? Да. Are your clothes in the wardrobe? Yes, they are. Твоя одежда в гардеробе? Да. Are your books on your desk? А книги на столе? Yes, they are. Да. I don't believe it. Your bedroom is perfect. Everything is in the right place. Это невероятно. Ее комната превосходна. Все на своих местах. Hmm. That's strange. Why? Это странно. Почему? Мам. Yes. Мам. Да. Can I have some money? I want to buy a ticket for a pop concert. А можно мне денег? Я хочу купить билет на концерт. На какой-то музыкальный концерт. Ха-ха-ха. Окей, ребята. Вот о чем у нас был этот диалог. И теперь давайте ответим на вопрос. Who is coming to visit? Кто приезжает посетить в гости? И понятно, что это грэнни, грэнни, бабушка, грандмады. Окей. Ребята, а теперь мы с вами перейдем ко второму заданию. Итак, read the dialogue again and choose the correct words. Прочитайте диалог снова и выберите правильный ответ. Давайте с вами попробуем. Первое. The empty cupboard is too small for Katie's grandmother. Пустой шкаф. Ну, cupboard – это какой-то шкафчик, да? Он слишком маленький для бабушки Кэти. Small. Выбираем small, в диалоге было именно слово small. Далее, второе. Katie thinks her bedroom is alright. Кэти думает, что в ее комнате все в порядке. И выбираем alright. Третье. There are books on the floor. На полу и лежат что? Books – книги. И выбираем слово books. Четвертое. Katie likes sitting on her, on the floor. Да, Кэти любит сидеть на полу. On the floor. Выбираем вариант floor, пол. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подпишитесь в благодарность, если вы смотрите это видео и оно вам помогает. Итак, пятое. И, кстати, на следующий год мои видео обязательно вам пригодятся, потому что есть разбор учебника Комаровой за шестой класс. Итак, пятое. Katie is reading. Katie в данный момент reading – читает. Шестое. Katie tides her room in the end. В конце концов, Кэти убирается в комнате. И выбираем вариант tides. Убирается. И, ребята, переходим к последнему, третьему заданию. Speak with a partner. Разговор с партнером. Describe your bedroom and say what you do. To keep it tidy. Опишите свою комнату и скажите, что вы делаете, чтобы содержать ее в чистоте. Итак, ребята, что же можно сказать о своей комнате? Вы можете сказать, что, например, I dust the furniture every day. Я притираю от пыли мебель каждый день. I mop the floor once a week. Я мою пол раз в неделю. Например, я, мои вещи всегда находятся в гардеробе. My things are always in a wardrobe. Далее. Я, например, каждый день заправляю кровать. I make the bed every day. Или, например, я пылесошу раз в неделю. I vacuum the floor once a week. И так далее. Ребята, на этом все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал. Встретимся с вами в разборе шестого урока. Всем удачи, счастливо. Надеюсь, вы получите много пятерок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok